В этом видео я разберу самую популярную порно-актрису СНГ Еву Эльфи, почему ее активно поддерживают люди в соцсетях и как порно-индустрия превращает мужскую часть населения в безвольных тряпок. Ева Эльфи самая популярная актриса фильмов для взрослых на рынке СНГ, да и в мире про нее много кто знает. На одном лишь вордстате, ее запросов больше чем на миллион в месяц. По поисковым запросам людей она обгоняет Егора Крида и Моргенштерна. Ее зовут на интервью, ее зовут на подкасты, даже на громкие киберспортивные мероприятия. Она забирает кучу премий и наград. Но в действительности это человек, который развращает общество, делает хуже по всем фронтам, которые только возможно. И в этом ролике я тебе это докажу. Ева хотела построить успешную карьеру актрисы, но вместо этого любезно приняла во все отверстия и закинула это в интернет. Под детством мечтала стать актрисой, играть в кино, играть в театре. Набрав неимоверную популярность от нее, не только не отвернулись, а даже приняли в обществе. И сейчас под ее видео просто невозможно найти гневного комментария. Одни приятности и мысли о том, какой полезный труд она несет в общество. Просто верх уколдского мира. Возносить шалаву до небес, а потом рыдать, почему это у нас так много шалавистых девушек в обществе. Действительно хороший вопрос. Этот вопрос нужно задать в первую очередь мужскому населению. Почему сейчас так много развратных девушек? На самом деле ответ тут очевиден. Есть спрос, есть предложение. То есть мужчины сейчас просто своими желаниями и действиями возносят шлюх о нехороших девушек. Ставят лайки под полуголыми женщинами в инстаграме. Отправляют им смайлики с сердечками. И всем своим видом показывают, что они умрут без куска пизды. Женщины видят такое поведение, заводят свои онлифанцы, постят свои дырки во все соцсети и делают все, что считается позволительным в обществе. Мужчины это поддерживают, мужчины пускают на это слюни, мужчины за это платят. Поэтому то, что сейчас происходит, по большей части вина слабых куколских мужчин, а не тех самых порно-актрис. Но давайте вернемся к нашей сегодняшней порно-звезде. Почему большинство видит в этом позитив, а не негатив? Почему это поддерживается, а не осуждается? На самом деле вклад в это вносит отсутствие какого-либо образования. Об этом не говорят в школах, об этом не говорят в семьях. Темы порно мира как будто бы просто не существуют. Но при этом каждый второй мужчина делает это с завидной регулярностью. Не у всех получается дойти до мысли, что именно эта вредная привычка разрушает их жизнь. Именно эта привычка вгоняет в депрессивную апатичную яму. Именно эта привычка делает их импотентами. Повышает их уровень стресса, а не снижает его, разрушая свое здоровье. Но получая двухсекундный кайф от оргазма, мужчине кажется, что ничего такого в этом нет. Аналогии ни с чем не находите, а я вот нахожу. И некоторые исследователи тоже находят. Так, например, в одном из исследований проверяли мозги порнозависимых людей и кокаиновых наркоманов. Выяснилось то, что мозг кокаиновых наркоманов точно так же реагирует на порно-картинки, как на кокаин. Порно это чистейшая наркомания, при этом доступная на любом устройстве, в любом возрасте и абсолютно бесплатно. Примерно в 12-13 лет ребенок впервые натыкается на подобный контент в интернете. И если вам кажется, что это нормально, ну да, дети должны знать, что существуют такие фильмы и так далее, то я вас огорчу. Это то, что может сделать из вашего ребенка аутиста, насильника, закрытого, необщительного человека, импотента и полностью потерявшегося по жизни мужчину. И это сейчас не мои фантазии, а наблюдение тех тенденций, тех фактов, которые есть уже на эту тему. Пониженный на протяжении многих лет жизни дофаминовый уровень это ускоренная болезнь Альцгеймера, СДВГ и аутические наклонности. Повышенный стресс, который получает мужчина во время просмотра порно, изнутри разрушает ваш организм. Думаю о том, как сильно влияет хронический стресс на качество вашей жизни, никому рассказывать не надо. По поводу импотенции также уже проводилось множество исследований. Если вы смотрите порно от 1-2 раз в неделю, вы уже находитесь в зоне риска и удивляться вялому в 20-30-40 лет не придется. Если у вас не стоит с девушками в 19-20 лет, как было у меня, поздравляю, вы пересмотрели порно. Единственное лекарство это перестать его смотреть и эректильная функция придет в порядок. Именно так и произошло со мной. Все дело в том, что дофамин напрямую влияет на качество вашей эрекции. Если дофаминовый уровень не в порядке, у вас будет проблема со стояком. Надеюсь, теперь понятно, какой вклад во все это вносят порнозвезды. Прямой. Они буквально уничтожают ваше психическое и физическое здоровье. Обо всем этом уже написаны сотни медицинских статей и исследований. Но отсутствие образования в этом вопросе и делает людей так негативно настроенными на тему воздержания. Им кажется, что у них забирают их любимую игрушку, но эта игрушка дьявола уничтожает их самих. Типичное поведение зависимых нарканов. Ну а что же тогда делать, если порно такое плохое? Как перестать его смотреть и наяривать? Я точно могу сказать, что парень, который считает дни, ставит блокировщики порно и потом их убирает, постоянно срывается и горит себя за срывы, это точно не проздравый подход. Это как раз таки тот вид парней, которые могут таким воздержанием перейти в глубокую депрессивную яму. Это путь грубой силы, а не интеллекта. Но есть и другой путь. Путь, который тебе поможет. Название ему «Интеллектуальный подход». Я открыл для себя секреты китайских врачей, которые не считают дни, не используют блокировщики порно и знают, что от воздержания нет никаких проблем с простатой. Именно про эти секреты я и рассказал в своей статье о своем телеграм-канале. Ссылка будет в описании. Оставляй комментарий никакой Евы и помни одну очень простую вещь. Быть сильным – это выбор. Пока.